Это хроника происшествий. Здравствуйте! Мы расскажем о самых резонансных новостях за неделю. Не пропустите! Плюс три новых жертвы. Массовые отравления алкоголем были недавно зафиксированы в Харьковской области. На минувшей неделе в Вольнянском районе 12 человек попали на больничные койки с тем же диагнозом. В выходные к их числу добавились еще трое. Пострадавшие пили спиртное, купленное у местного жителя. Тему продолжит Станислав Печорин. Вольнянский район, село Матвеевка. Этого мужчину подозревают в том, что он торгует некачественным алкоголем. Журналистам он явно не рад. Идите на б***ь сюда. Че на б***ь? Между раз, б***ь? Жизнь, спокойно. Че спокойно, б***ь? Че, что меня довели? Да щас его, б***ь? Ёб***ь матери, б***ь. Идите отсюда. Накануне в этом селе отравились водкой 12 человек. За выходные в больницу попали еще трое с тем же диагнозом – острое отравление алкоголем. Сейчас в Ольнянской центральной больнице с отравлением лежат 15 человек, из них трое в реанимации. Валерий рассказывает, выпив водки, стало плохо, начали синеть руки. В том хуже и хуже. С кровью пошло. Пока не позвонилось. Такие симптомы проявлялись у всех, кто находится в этой палате. Врачи говорят, пациенты идут на поправку. Динамика положительная. Потихонечку они приходят в состояние удовлетворительного. Все они сейчас находятся в сознании, вполне адекватные, самостоятельно передвигаются. Вот, прием пищи проводят. Ну а клиника, гематуре потихонечку уходит. Мужчина, который продавал пойло и все причастные, находятся под следствием. Сейчас гражданином, который отравил несколько жителей Матвеевки некачественным алкоголем, занялась налоговая милиция. Спиртное отправили на экспертизу. От результата зависит дальнейший ход расследования. В первую очередь мы организовали установление источников превратения этого алкоголя и проведение обысков по данным адресам. Это торговый объект и частное домовладение. В настоящее время мы мониторим и отрабатываем каждый факт обращения граждан в медучреждения с заявлениями и симптомами, указывающими на отравление алкоголя. Вчера появилась информация о том, что некачественным алкоголем отравились и в Днепропетровской области. В Тамаковскую районную больницу со схожими симптомами поступили местные жители. Предполагают, что все они отравились алкоголем. Есть и погибшие. 57-летний мужчина, который скончался от выпитой водки в Тамаковском районе. Установлено, что все пострадавшие приобрели алкогольные напитки у местного жителя, который, в свою очередь, приобрел их в Запорожье для дальнейшей реализации. Запорожские силовики эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. Аварии в дождь. В минувшие выходные на дорогах Запорожья произошло три ДТП с участием общественного транспорта. Одна из маршруток перевернулась. Авария произошла около полуночи на выезде с дамбы. Водитель микроавтобуса, следующего по маршруту номер 88, объезжал ДТП, которое произошло ранее. На мокрой дороге машину занесло, и она перевернулась. До лекарни потрапило 6 человек. Один из них госпитализованный. Другие виды получили квалификованную медичную допомогу и были отправлены домой. Наразі триває следствие щодо цього инцидента. Я можу зазначити, що протягом субботы та недели у нас сталося три ДТП за участием маршрутных транспортных таксі. 8 октября на мосту Преображенского произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля «Ланос». Авария произошла в Хортицком районе перед мостом, ведущим с Бабурки на Хортицу. Водитель черного «Ланоса» выехал на встречную полосу и столкнулся с Серебристым. Пассажирку последнего увезли в больницу. Дополнил картину водитель маршрутки, который пытался протиснуться между разбитым автомобилем и бордюром. Микроавтобус вместе с пассажирами застрял, тем самым заблокировав движение и перекрыв путь в Хортицкий район. В Запорожье аварию с трамваем устроили женщины-водители, а пострадала женщина-пассажир. ДТП произошло на пересечении Южного шоссе и улицы Диагональной. Гражданка, которая была за рулем «Шевроле», столкнулась с трамваем, который также вела женщина. В результате ДТП пострадала пассажир легковушки. У девушки сломана рука. 8 октября на Днепропетровском шоссе в Запорожье произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21093 на мокрой дороге не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП водители-пассажир девятки получили травмы. 11 октября примерно в 17.30 на автодороге Акимовка-Кирилловка внедорожник не выдержал безопасную скорость и дистанцию и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. От удара «Газель» несколько раз перевернулась, а джип «Гран-Чироки» загорелся. В результате ДТП пострадали семь человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в Акимовскую больницу. 11 октября примерно в 12.40 в заводском районе Запорожья на южном шоссе мопед столкнулся с Таврией. ДТП произошло в районе поворота на Залк. Водителя мопеда увезли в больницу. Он отделался ушибами. 12 октября в Запорожье на улице Патриотической Шевроле Лачетти сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Его увезли в больницу. Оказалось, у гражданина сломана нога. В Запорожье зарезали охранника супермаркета. Убийство произошло 10 октября в 19.40 в одном из супермаркетов на улице Иваново в Шевченковском районе Запорожья. Злоумышленник взял бутылку коньяка и собирался пройти через кассу, не расплатившись. Это заметили охранники. Они обратились к мужчине и завели его в служебное помещение. Там он остался один на один с охранником. Пользуясь моментом, злоумышленник выхватил нож и вонзил его в грудь 32-летнему охраннику. Поймать убийцу удалось. На место вызвали полицию и медиков. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Охранці саме цього магазину побачили, що невідомий чоловік намагається викрасти пляшку коньяку. Вони його затримали та відвели до окремої кімнати для розмови з ним саме з цього приводу. Коли інші співробітники вийшли з цієї кімнати, підозрюваний залишився разом з чоловіком. Там він дістав з свого портфелю предмет схожий на ніж та наніс йому удар. Йому викликало швидку, але по дорозі він помер саме в швидке. І тому, як цей випадок валификало, як вбивство. В Запорожской області згорі жигули. 11 октября в Мелитополі в гаражному кооперативі на улиці Жуковського загорелся ВАЗ-2106. В машині вспыхнула моторний отсек, спасателей вызвал владелец автомобіля. В течінні 10 минут огнеборці потушили пламя, у машині вгоріл салон. Що стало причиною згорання, установять специалісты. Щобо пронести на територію исправительних учрежденьів запріщенні вещества і предмети, люди проявляють чудеса, изобретательності і смекалки. Так, в Вальнянському учрежденній, исполнення наказань у послідственного, который прибыл із ізолятора временного содержання, в куске сала був спрятан свірток з марихуаной. А вместо сока в тетропаркі знаходиться спирт. О інших случаях за решеткою в следующем дайджесті за неделю от хроники происшествий. В Софіївській исправительній колонії у жінчини, яка прибыла к заключенному на долгосрочное свидання, в резинці для волос були спрятані три свіртка. Гражданка призналась, що там лежали наркотики. В ході обыску в Дружелюбовському исправительному центру у заключенних обнаруженні і з'яты, електрообогревателі, а також предметы, напоминаючі ножі і заточки. В Кам'їнській исправительній колонії також прошел обыск. Оказалось, осужденні прятали 4 мобільника, 2 зарядних устройства і пару аккумуляторів. В цьому ж учрежденній неізвестний п'ятался перебросити на охраняємую територію 5 мобільників, зарядне устройство, 4 батареї і пару наушників. В Ольнянській исправительній колонії на територію учреждення п'ятались перебросити литр спирта, 4 телефона, 2 зарядника і сим-карту. В Запорожском парке разбойники избили, раздели і обобрали двох студентів. ЧП произошло в ночь на 12 октября в парке на улице Бочарова, що в Шевченковському районі Запорож'я. По словам двох студентів, які заявили в поліцію, на них напали трое мужчин, избили і отобрали верхнюю одежду і телефони. Один із разбойників пострадавшим оказався знаком, це був їх одногрупник, якого раніе отчислили. Поліцейські розыскали подозреваємого і відвезли в віддіління. Оказалось, він вже імел проблеми з законом. Після в ході патруліровання були обнаружені і двоє інших нападавших. При них були отобрані речі. Подозреваєміх доставили в віддіління. В рамках всеукраїнської операции «Граница-2016» на днях в Запорож'ї поліцейські обнаружили іностранців, незаконно знаходящихся на території України. Только в октябрі сотрудниками запорожського отдела по боротьбі з преступлениями зв'язаними з торговлі людьми було виявлено 8 нелегалів із Средній Азії. Эти граждане не тільки незаконно знаходились на території нашої країни, но і вполне успішно займались бізнесом. Благодаря слаженій роботі поліцейських виходці із Средній Азії на даний момент ожідають рішення суда. Було виявлено групу з восьми громадян однієї з середньоазіатських країн. Іноземці, незаконно перебуваючи на території України займалися комерційною діяльністю. Наразі вони очікують рішення суду. Стосовно двох вихідців з країн Близького Сходу та громадян однієї з країн Кавказу, суд вже прийняв рішення про примусову депортацію і заборону на в'їзд до нашої держави з сроком на 8 років. Чим ви займаєтесь? В якого часу ви знаходитеся на території України? Стосовно двох вихідців. Ціля вашого прийня? Дякую. 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 Услышав листник, он і сообщив в поліцію. На місце прибыли патрульні. Вони заметили двох граждан, які успіли спилить два дерева. При себе у них була бензопила. Парні доказували, що пилят сухостой. Документів, разрешаючих вырубку леса, у них не оказалось. Разбирались з задержанами вже в відділіні поліції. В центре Запорож'я мужчина с ножами бросался на людей. Інцидент произошел 11 октября в 22.10 на проспекте Металургов в районе Макдональдса. Неизвестный с наточеними ножами бросался на людей. Собравшаяся толпа пыталась обезвредить нападавшего, но на место прибыли патрульные і поліція охраны. Хулигана задержали і увезли в відділі. Щоб не було беды, учись на чужих ошибках. Як не должно быть, но, к сожалению, случается во всем мире в следующей видеоподборке от хроники происшествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если вы стали жертвой мошенников, очевидцем происшествия у вас есть доказательства преступлений или видеоматериалом, пишите. Главред.этств.пи.зипи.юэй. Мы знаем, как вам помочь. Мы рассказали о самых резонансных событиях за неделю. Желаем вам не оказаться героями нашей программы. Живите без происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин